9 584 ребенка получили места в детских садах Самары. Из них больше половины – малыши в возрасте до 3 лет. Такие итоги майского наиболее массового распределения свободных мест в дошкольные учреждения Самары озвучили в городском департаменте образования. По словам руководителя департамента, комплектование происходит в общеразвивающие и специализированные группы. В этом году 30 групп дополнительно откроются для детей с ограниченными возможностями здоровья. Распределение зависит от четырех критериев. Во-первых, от льготы у родителей на предоставление места ребенку в детском саду. Это преимущественное первоочередное право. Во-вторых, от срока постановки в очередь. В-третьих, от возраста ребенка на 1 сентября 2024 года. Именно этот возраст учитывает система при распределении. Ну и, конечно, от специализации группы, которую выбрали родители, подавая заявление. Получение места в детском саду – волнительный и ответственный этап для родителей. Дина Ягуранова второй раз принимает участие в процедуре распределения. Рассказывает, это важный опыт, потому что можно увидеть своими глазами, как работает система. Здесь на комплектовании мы можем видеть, как проходит комплектование на самом деле, что все прозрачно достаточно, что родители понимают, что это все комплектует система. От них нужно только вовремя подать заявление, правильно сформировать заявление и предоставить правильные документы. Все остальное делает система и зависит от наличия вакантных мест в группе, в которую они хотят попасть в детском саду. Родителям, чьи дети стояли в очереди на распределение мест в детские сады, необходимо проверить статус своего заявления на портале госуслуги. Если статус электронного заявления изменился с очередник на направлен, то ребенка распределили в одно из образовательных учреждений. В течение 10 дней после информирования о предоставленном месте необходимо подтвердить направление. Начинаем обзванивать всех родителей и приглашать в детский сад для подписания направления в детский сад. И тут же информируем родителям, рассказываем, как будет проходить оформление ребенка в детский сад, что как они должны подготовиться. Все лето, в май, июнь, июль, август детки готовятся к детскому саду, проходят адаптацию, приходят нам на консультации. И как только они готовы, они в дальнейшем приходят, заключают договор с детским садом. Родители могут отказаться от предоставленного места, если оно по каким-то причинам их не устраивает. Для этого нужно обратиться в офис МФЦ. Очередность при этом сохраняется и будет учитываться при следующем распределении. Комплектование групп в детские сады будет проходить в течение всего года. Галина Топилина, Валерий Майоров, События.